Друзья, смотрите, мы шесть лет, вот какой-то дежавю, но уже повалили все памятники Ленин, все. Рудневу, всем там, Петровским, всем повалили памятники, уже все переименовали. Друзья, что-то лучше стало? Вот скажите, может Крым вернулся, может быть на Донбассе война закончилась, может экономика пошла вверх, может быть граждане начали возвращаться из-за границы, но не работают, но не работают эти подходы, ну смотрите, вот для меня шесть лет, семь лет уже, да, и для каждого из вас, это же огромный срок, но вот сейчас к своему возрасту плюс семь добавьте, ну мы уже старенькие, наверное, да, но это, ну это, ну просто золотые годы, мы семь лет, головой, знаете, как зомби в этих фильмах ужасов стучимся в какую-то витрину, но не работает, но сколько, надо вот такую шишку набить, чтобы понять, что подход неверный, что просто вот эта идея, которую нам навязали в 2014 году, и ту, которую педалировал Порошенко, а теперь активно лелеет Зеленский, да, это тормавир, не работает. Мы европейская страна, мы разная страна, мы не моноэтническая нация, мы не моноэтническая, но мы на обломках четырех империй построены, Речь Посполитая, Австро-Венгрия, да, там, Российская империя, Османская империя, ну у нас разная религия, культура, языки, ну прекрасны мы этим на самом деле, ну чего же с этим бороться, но ведь это порождает противодействие и гражданское противостояние, более того, не делает нас богатыми, не делает нас уважаемыми, более того, мы декларируем европейские устремления, так хартии европейские защищают все это, то, что мы уничтожаем. Что же мы делаем? Вот пора понять, да, что надо менять идеологию, надо менять национальную идею. Мы живем в рамках ложных приоритетов. Нужно выстраивать новые горизонты, нужно забросить, да, вот эти старые флаги в чуланы, сказать нет старым политикам, надо наконец-то провести дискуссию о будущем, которое нас ждет, и о стратегии, как в это будущее прийти. А мы топчемся на месте, выясняем, какой герой круче сто лет назад. Друзья, нам дети этого не простят, просто не простят. Ну ведь страшно за ним, у меня четверо детей. Все дети живут в Украине, учатся здесь, лечатся здесь. Я не хочу, чтобы они куда-то отсюда уехали. Ну не будут они счастливые своими в чужой стране. Мы там пришлые, мы там второсортные, нас там все равно не воспринимают. И мы, еще раз говорю, в богом поцелованной стране с шестыми по запасам полезных ископаемых в мире, одни из первых в Европе, с сумасшедшим потенциалом, пасем в задних. Первые по смертности, первые по миграции, первые по падению экономики. Ну что это за карма такая? Нам надо меняться самим. Нам надо наконец-то понять, что мы в плену иллюзий, в плену лжи политиков, в плену вот той скорлупы. У нас не хватает времени остановиться и понять, что же не так происходит. Мы просто еще раз хочу сказать, живем в неправильных приоритетах. Мы выбираем себе неправильный азимут. Как только, я очень надеюсь, Василий, извините, скажу, да, 7 ноября я попытаюсь объяснить, как я вижу развитие страны. Какой должна быть наша формула страны. Как сделать так, чтобы Восток не конкурировал с Западом. Как стать не яблоком раздора между Европой и Россией, а наоборот, объединительной платформой. Друзья, у нас через 20 лет, вы все смотрели Глазго, да, там, климатический форум. Да через 20 лет у нас будут глобальные вызовы, совершенно другие. И те, кого сейчас нам навязывают как врагов, будут единственным нашим спасением и партнером, чтобы защитить свое. От мигрантов, которые будут валить из Африки, из непригодных для жизни мест. Повышение температуры меняет облик планеты. Нам к этому надо готовиться сейчас. Потом не успеем. Нам надо научиться жить. В разном мире нам нужно что-то предложить миру, чтобы нас начали воспринимать. Но ведь стыдно приезжаешь, говоришь из Украины и не понимаешь, почему люди отворачиваются и почему они на тебя смотрят, как на грязь. Мы грязь. Мы, которые, по сути, дали от Киевской Руси всему этому развитию, а сейчас у нас бурское право было раньше, чем в европейских городах. Почему мы встали на этот ошибочный путь? Ну, вопрос. Нет же смысла головой, еще раз говорю, в витрину стучаться. Надо наконец-то понять, это неверно, это надо исправить и начинать жить. Что такое, наши дети будут жить? Я еще хочу пожить, а вы не хотите? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!